Я приветствую вас на бесплатном канале по изучению английского языка по школьным программам. С вами Елена и очередной урок для четвероклассников по учебнику English 4, автор которого Кузовлёв. Мы продолжаем третий юнит и сегодня lesson 4, который называется What are your weekends like? Как проходят ваши выходные? В этом уроке вы узнаете о том, чем занимается семья Мортонов в свои выходные, прослушайте рассказ одного из друзей Джека о его выходных, а также попрактикуйтесь составлять рассказ по картинкам. И начнём с первого задания. This is what Jack says about the way they spent their weekends. Это то, что говорит Джек об их выходных. И первый пункт, vocabulary. What do the Mortons usually do at the weekend? Что обычно семья Мортонов делает в выходные? И сейчас вы прослушайте этот текст, параллельно будете следить за ним в печатном виде, а затем мы с вами его вместе прочитаем и переведём, обращая внимание на новые слова. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И перед тем, как мы прочитаем этот текст, давайте посмотрим на новые слова, которые даны в жёлтой рамочке. A weekend – выходные, то есть время отдыха с вечера пятницы до понедельника. Early – рано. To make breakfast – готовить завтрак. To have breakfast – завтракать. To go to football practice – ходить на тренировку по футболу. To go to dance class – ходить на занятия танцами. A fun fair – ярмарка с аттракционами. A cafe – кафе. Me too – фраза. Переводится «я тоже». Late – поздно. И зачитаем текст. At weekends, Freddy gets up at 6 o'clock in the morning. Dad gets up early, too. He walks Freddy and feeds him. Then mom gets up and make breakfast. Jessica and I get up late, at 10 or 11 o'clock. First, we watch TV. Then wash, get dressed and have breakfast. At the weekend, I often play computer games or go to my friend Ben's house. Jessica reads or goes out to play with her friends. On Saturdays, we always clean the house. On Sundays, I go to football practice. Jessica goes to dance class. At the weekend, we usually have lunch and dinner at home. Sometimes, we go to the fun fair. What do we do there? We go on rides and eat our favorite cakes in a cafe. At the weekend, we often go to bed late. По выходным Фредди встаёт в 6 утра. Папа встаёт рано тоже. Он выгуливает Фредди и кормит его. Затем встаёт мама и готовит завтрак. Джессика и я встаём поздно, в 10 или 11 часов. Сначала мы смотрим телевизор. Затем умываемся, одеваемся и завтракаем. На выходных я часто играю в компьютерные игры. Или хожу в гости к своему другу Бену. Джессика читает или играет со своими друзьями на улице. По субботам мы всегда убираемся дома. По воскресеньям я хожу на тренировку по футболу. Джессика ходит на занятия танцами. В выходные мы обычно обедаем или ужинаем дома. Иногда мы ходим на ярмарку. Что мы там делаем? Мы катаемся на аттракционах и кушаем наши любимые пирожные в кафе. На выходных мы ложимся спать поздно. И что говорит Фредди? Me too. Он говорит я тоже. То есть он соглашается с тем, что в выходные он ложится поздно. Вот такой рассказ Джека о том, как они проводят выходные в семье. И сейчас ответим на вопрос по этому тексту. Do Jack and Jessica like their weekends? Why? Prove it from the text. Джек и Джессика любят свои выходные? Почему? Найдите доказательства в тексте. И как вы думаете, довольны ли они тем, как проводят свои выходные? Я думаю, что им они очень нравятся. И давайте ответим на этот вопрос. Если вопрос у нас начинается с вспомогательного слова do, это указывает на какое время? На present simple. Настоящее простое время. Здесь вопрос общий. На него достаточно сказать да или нет. Если мы согласны с тем, что действительно Джек и Джессика любят свои выходные, то мы можем кратко сказать И полным ответом можно сказать так То есть достаточно убрать частицу do, И получится предложение утвердительное, которое будет являться ответом. Дальше. Почему? Потому что Джек играет обычно в компьютерные игры или ходит в гости к Бену. Здесь у нас добавляется окончание S и ES в смысловых глаголах, потому что мы говорим в настоящем простом времени. Эту тему мы проходили. И также можно сказать о Джессике, что она, например, ходит на занятия танцами. Это лишь пример того, как можно ответить. Конечно, доказательств много здесь. И потому что они ходят в кафе, кушают их любимые пирожные и так далее. Дальше третье. Role play. Do you spend weekends like Jack and Jessica? Ты проводишь свои выходные как Джек и Джессика? И здесь у нас игра по ролям. Смотрите, у нас берется за основу фраза какая-то из текста, из рассказа Джека. Например, I get up late at the weekend. Я просыпаюсь поздно по выходным. И ученик первый, ученик второй. Кто-то может согласиться с тем, что тоже просыпается поздно по выходным, сказав фразу me too. То есть эта фраза выражает согласие над предложением, которое было сказано ранее. И идет повтор этого предложения. I get up late at the weekend. Ученик второй не соглашается. Not me. I don't get up late at the weekend. I get up early. Не я. То есть я не просыпаюсь поздно по выходным. Я встаю рано. И сейчас вы услышите реплики Джека в аудиозаписях. И ваша задача среагировать на них. Согласен или не согласен. Давайте попрактикуемся. In the morning we always watch TV. We wash, get dressed and have breakfast late in the morning. At the weekend I often play computer games. Sometimes I go to my friend's house. At weekends, Джессика often goes out to play with her friends. On Saturdays, we always clean our house. On Sundays, I go to football practice. On Sundays, Jessica goes to dance class. At the weekend, we usually have lunch and dinner at home. Sometimes we go to the fun fair. We often go to a cafe in the weekend. At the weekend, we often go to bed late. Следующее задание. Pay a word. What will you do next weekend? Что вы будете делать в следующие выходные? И здесь парная работа. В этом задании мы на практике повторим будущее простое время. Future simple. Один из вас, например, people one, говорит предложение, что он будет делать в выходные, используя словосочетания, которые даны ниже. Сейчас мы их все зачитаем и переведем, пока я объясню задание. Например, I think I will go to a fun fair at the weekend. Я думаю, я пойду на ярмарку с аттракционами в выходной. И затем вы задаете вопрос своему напарнику. Will you go? Например, ты пойдешь? И ученик второй может как согласиться, так и отказаться. Если он соглашается, то нужно ответить. I think I will. Я думаю, я пойду. Он согласился. И затем задает вопрос. And will you? И вставляет следующее словосочетание. Например, And will you go to your friend's house? А ты пойдешь в гости к другу? И ученик первый отвечает снова да или нет. И после своего ответа задает вопрос, используя следующее словосочетание. И таким образом будет выглядеть эта работа в паре. Если же кто-то не согласен на вопрос, который ему задают, то ответ такой. No, I won't. Нет, я не буду. Например, не пойду на ярмарку. И добавляет предложение. I don't go to a fun fair at the weekend. Я не хожу на ярмарки по выходным. Например, да? И затем задает следующий вопрос также. Вот таким образом выглядит эта парная работа. А сейчас давайте прочитаем все словосочетания и переведем. Get up early. Встаю рано. Get up late. Встаю поздно. Clean the house. Убираюсь дома. Watch TV. Смотрю телевизор. Talk to. Говорю с кем-то. Talk to my friend. Например, говорю со своим другом. On the phone. По телефону. Go to your friend's house. Ходить в гости к другу. Help mom to make breakfast or lunch or dinner. Помогаю маме готовить завтрак, обед, ужин. Go out to play with your friends. Выходит поиграть со своими друзьями. Go to, например, tennis practice. Хожу на тренировки по теннису. Go on the computer. Работаю на компьютере. Go to salsa class. Хожу на занятия с альсой. Go to a cafe or go to a fun fair. Хожу в кафе, хожу на ярмарку с аттракционами. И go to bed late. Ложусь спать поздно. Вот такие словосочетания. Пожалуйста, применяйте их в диалоге в этой парной работе. И получится интересная беседа. А пока переходим к следующему заданию. Четвёртое задание будет особенно интересным. Что делает выходные один из друзей Джека? Listen to the story of Jack's friend. Follow the information in the table. And guess his name. Прослушайте рассказ друга Джека. Следите за информацией в таблице. И угадайте его имя. И сейчас вы прослушаете этот рассказ. Ваша задача затем сказать, кто же из друзей говорил о своих выходных. Для начала давайте ознакомимся с именами. Хэрри, Мэкс, Том, Джон, Вильям, Бэн. И здесь указано время. В какое время кто? Get up. Просыпается. Часы есть у нас как электронные, так и с циферблатом. Что этот друг делает после завтрака? Картинки различные у нас указаны. Затем lunchtime. Во сколько он обедает? After lunch. После обеда. Что он делает? Разговаривает по телефону? Сидит за компьютером? Или обычно ходит на ярмарку с аттракционами? Dinner time. Во сколько он ужинает? Тоже указано время. И after dinner. Что он делает после ужина? И сейчас слушайте этот рассказ, а затем сверим ответы. Субтитры делал DimaTorzok. И кто же рассказывал о себе, о своих выходных? It was Harry's story. Это был рассказ Гарри, самого первого мальчика, указанного в таблице. Окей, я надеюсь, что наши ответы совпали. Дальше, под вторым пунктом задания. Make up a story about one of Jack's friends. Your classmates must guess his name. Составьте рассказ об одном из друзей Джека. Ваши одноклассники должны угадать его имя. И вы будете сейчас составлять рассказ по картинкам. Здесь повествование может идти как от, например, лица этого человека, этого друга, кого вы выберете. Например, вы будете говорить. Можно так сказать, да? А можно говорить, например, Если вы будете составлять свой рассказ по второму сценарию, то есть упоминая местоимение he, тогда обязательно помните добавлять к смысловому глаголу окончание s, либо es. Это то, на что я бы хотела обратить внимание. И составить этот рассказ можно по шаблону рассказа Гарри. Его рассказ более подробный. В этом задании достаточно на каждую картинку составить по одному предложению. Например, после завтрака, если мы взяли с вами Уильяма, да? Мы говорим After breakfast he usually watches TV. Затем lunch time. He has lunch at half past one. Он обедает в половину второго. After lunch he always talks to his friend on the phone. Dinner, dinner time. He has dinner at 7 p.m. After dinner he usually reads book. Вот такая история про Уильяма. На каждую картинку было составлено одно предложение. Я надеюсь, что с этим заданием всё ясно. Сегодня вы узнали ещё больше о семье Мортонов, об их распорядке в выходные дни и также попрактиковались говорить о своих выходных. Следующий урок будет тоже интересным. А пока на этом всё. С вами была Елена. До встречи в новом видео. Bye!